Всем привет! Мы абсолютно уверены, что каждый из вас любит смотреть пультфильмы. Мы очень много мультфильмов смотрим. Особенно в последнее время-то. Поверим. Ведь что может быть лучше, чем на несколько минут снова удариться в детство? Наверняка, наблюдая за любимыми персонажами, вы не замечаете каких-то мелких деталей на втором плане, нюансов второстепенных героев и не обращаете вниманишку. Или когда смотришь каких-нибудь из обзорщиков, которые там все ляпы замечают. Какой-нибудь мультяшный персонаж появился не на своем месте. Поэтому специально для вас мы решили посмотреть несколько популярных мультфильмов и немного поковыряться в некоторых мелких и незаметных деталях, которые вы, скорее всего, раньше не замечали. Итак, это семь странных явлений, которые были заметены в мультфильмах. Поехали! Ну, это и другого мультика. Не знаю, но это было прикольно. Гости из соседних премьер. Как нам удалось выяснить, величайшим из шутников-мультипликаторов был Уолт Дисней. Поэтому практически во всех мультфильмах одноименной студии присутствуют персонажи из других мультфильмов. А, да, вот, видишь, из русалочки. Ну-ка скажите нам, замечали ли вы когда-нибудь, например, в Уолт Дине чудовище из мультфильма «Красно». О-о-о-о, ну вы смотри! Так можно сказать, что пингвин из Мадагаскара с таким успехом, который вообще из другой студии. Савица и чудовище из Мадагаскара. Ну, это прям четкое чудовище. А, Немо-рыбка! Да, я вообще не замечала, прикинь. Рыбку Немо. Мы уверены, что лишь немногие из вас обладают таким зорким глазом. Вот вам, кстати, еще несколько примеров таких мультяшных премьер. Ой, это тоже Немо? Подожди, да как? Это же мультик вроде старый. Так незаметно. Нет, точно Немо. А как они это сделали? Да что, может, нет? Может, там как-то просто полоски? Не знаю, да нет. Вы смотрите, в сценах мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» можно увидеть волшебный ковер Аладдина, красавицу из «Красавицы и чудовище» и пумбу из «Короля льва». Пумбу? 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 Пумбу я не вижу. Красавицу вижу. А вот сценарь из мультфильма «Геркулес». Шкура убитого немейского льва удивительно похожа на... О, а вот это чисто шрам, да. Это чисто шрам. Да, это чисто шрам из мультфильма «Король лев». Нет, это не просто похоже, это и есть шрам. У него тоже шрам нарисованы. Это чисто шрам. В мультфильм «Лила и Стич» Дамба, игрушка Дамба, смотри. Пришел в гости слоненок Дамба, который расположился на Мольберте. В «Холодном сердце» также не обошлось без появления гостей из самых разных мультфильмов. Например, на балу в замке были за... Так, так, кто? А, да, да. Причем она со своим родителем этим. Волос когда обрезал, это ее пацан. Да, да, да. А заодно Тиана и новин из «Принцессой лягушки». Ой, блин, их фиг высмотришь. Они так размазанные. А также известная всем «Золушка». В другой сцене, где принцесса Анна покупает зимние сапоги, сбоку на столе у торговца стоит фигурка зеленого монстра. О, это Майк. Майк Вазовский или как его там зовут? Из корпорации «Монстров». Майк Вазовский из корпорации «Монстров». Да, капец. Он еще знает, что вообще фиг заметишь его. Возмытый звук. Прикол. Микки Маус везде. Микки Маус, да. У меня даже труселя с Микки Маусом. Не знаю, зачем я отвечу подробностей. Дисней не мог и представить того, что наивный и рассеянный мышонок станет не просто знаменитым и любимым всеми зрителями, но и будет олицетворять собой всю мультипликацию, станет символом детства и будет украшать своими ушками самый крупный в мире парк развлечений. И несмотря на то, что образ этого мышонка существует уже достаточно давно, Микки нам все еще не надоедает. Так, а теперь... Ну, не знаю, для меня это просто как, знаешь, есть Хеллоу Китти, а есть Микки Маус просто как, типа, такой суперпопулярный рисунок. Персонажки для меня Микки Маус, ну, типа, ок, но не могу сказать, что он самый там любимый. Он такой странный. Да. Микки Маус такой... И главным и самым интересным. Во многих мультфильмах компании Дисней имеет место быть такая интересная штука, которая зовется феноменом скрытого мифа. А, вот, раз. Проявляется он в том, что во многих... О, уши везде добавляют Микки Мауса. Это как, короче, в студии Pixar. Они пишут номер своей комнаты. Ты помнишь, там 188 или какое-то там они пишут. Блин, я забыла снова. Мы у Долбека много смотрели обзоров. О, да, да. И там он вот тут же такие пасхалочки делает. В кадре неожиданно появляется тень головы мышонка. Или же какой-то предмет изображается в ее форме. Вот, полюбуйтесь. Перед вами кадры золушки, где мыльные пузыри напоминают голову Микки. А-а-а. Ну, это прям сложно. Она еще боком повернутся. А вот падение пумбы с водопада. Посмотрите, да это же Микки Кам... Ну, это точно Микки Камни. Не, ну серьезно. Это странно, что такие круглые камни тут стоят. Ну, знаешь, максимально не будет замечать. Такой, о боже! Соски! Соски! Это Микки Круги! Миккиушки. Подводное царство и его повелитель Тритон с дельфинами на полу. Я смотрю, я теперь могу, я смотрю на соски. Всюду подводные жители встречают своего царя. А нет, погодите-ка. Кто это там стоит? Вон он стоит! И Дональд Дак рядом! И Гуфи! Они там все вообще командочкой! Как бед! Как бед! Как бед! Микки умудрился засветиться и там. Если с мультфильмами все понятно, то что вы скажете на то, что Мышонок не обделил вниманием и популярное кино про пиратов Карибского моря? Причем этот герой появляется в каждом фильме... Во! Смотри на карте возле льва! Такой, знаешь, такой с таким лицом, что типа я приду за тобой ночью, посмотри. Только можно. Нужно лишь присмотреться повнимательнее. Тайное сообщество А-113. Вот, А-113! Блин, я забыла! Вот, это Пиксар, да, да. Ну, про это мы слышали, потому что это Долбек про это показывал. Да, я забыла просто название комнаты. Смотрите на эти кадры. Да, да, там много где. Смогли ли вы увидеть какую-нибудь деталь, которая присутствует... Даже на фотике. Вот это показывали, да. Нам кажется, только самые внимательные заметили здесь загадочное число и буквы. Ну, и обзорщики на киногрихи, которые... И сами мы, если честно, не сразу их присмотрели. Таинственный знак А-113 появляется во многих известных мультфильмах, кадры из которых мы вам только что показали. Внимательные зрители, кому удалось заметить этот знак, стали строить мистические теории и предполагать... А они потом рассказали. Такая странная пасхалка, да? Почему-то именно эта комната. Слушай, много где у них. Подсказки. Внимание, сейчас придется снова сосредоточиться, поэтому отложите ненадолго свои вкусняшки в сторону... Не, а внимательно смотрим. ...и будете готовы поставить видео на паузу, чтобы точно не пропустить нужный момент. Как вы уже, наверное, успели убедиться, мультфильмы студии Дисней любят оставлять ссылки друг на друга. Но все ли из них вы видели? Каждый мультфильм как бы оставляет подсказку. О, смотри, из истории игрушек. Чтобы его тоже посмотрели. Попробуем немного в этом разобраться. И начнем с одного из последних мультфильмов. В поисках Доли. Среди детей, столпившихся возле аквариума, можно разглядеть подозрительно знакомые... У тебя головоломки, девочка! Раз, два, три, четвертая, смотри. Главная героиня головоломки мультика. Как ее там зовут? Раз, вот, которая ручками, потом следующий ребенок, следующий ребенок, и вот она стоит. Видишь, что голова торчит. Да! Это Райли, главная героиня головоломки. Теперь давайте посмотрим, что создатели спрятали в самом мультфильме про эмоции. А что сегодня просто были трендеринные модельки? Не, я думаю, специально так сделали. Вот воспоминания героини статуя динозавра, который выглядит точь-в-точь, как ящер-чащер из хорошего динозавра. Другого персонажа этого мультфильма, динозаврика по имени Арло, можно заметить среди игрушек корпорации монстров. А главного героя этой пугающей милой ленты аниматоры нарисовали на одной из дощечек в хижине старой ведьмы в храбрый сердце. Вы только посмотрите. О, точно, смотри, это ж он. Это ж Салли. Прикольно. А мне кажется, они даже некоторых персонажей оставляют еще на мультике, который еще не выпустили, который они предполагают, что через несколько лет выпустят, но уже как будто фигурку оставляют. Ну, в принципе, да, да. Смотрите, какой он очаровательный. В свою очередь, изображение гобелена королевской семьи оказалось в тачках. Ой, да, серьезно, капец. Он лежит на полу в истории игрушек. Ну, тут не очень похоже. Ну, да. Ну, не очень похоже. Ну, по свету похож. Лучше на трактор Маквин. Да, трактор Маквин, какой-то скрещенный. И это далеко не все совпадения. Поэтому, если вам давно хотелось пересмотреть любимые мультфильмы, то самое время сделать. О, а вот тут прям жесткая отсылка. Посмотри, из Ратутуя. Глянь. А, я смотрела его, да. Что-то размытое стичь. Что-то непонятное. Да это же снеговище. Да ладно! Да ладно, мы разлетели. Как они его заметили? Да как они его заметили? Импостер. Присмотритесь, чья это фотография висит на доске в полицейском университете. А, это точно он. Это точно он. Этот принц Южных островов. Причем, заметь, рядом фоторопот какой-то девушки, он нарисован карандашом, а тут прям чисто фотка из мультика «Холодное сердце». Ну, вот с Олафом, короче, вообще фиг рассмотришь. Серьезно, там такое размытое пятно было трехпиксельное, что ты вообще в жизни никогда не угадаешь. Как они это высмотрели? Ну, то есть, я еще фотку могу представить, в принципе? Ну, эй, все. Ну, это он, смотри, стоп-кадр даже тот же. Видишь, это он. Вот уж кто точно заслуживает стать мишенью для правосудия. Правда, в городе героев его образ довольно, скажем так, неоднозначный. Посудите сами. Вот он в числе разыскиваемых преступников, а вот его скульптура уже стоит в одном из парков. Ну, некоторое время стоит. А думаешь, это он? У него как будто был пиджак другой. Заблудившийся герой Как вы уже поняли, если смотреть мультфильмы Дисней достаточно внимательно, можно заметить много интересных штуковин. И мы сейчас не только про отсылки к другим продуктам этой кинокомпании. Например, в нескольких мультфильмах студии Pixar можно обнаружить знакомый всем логотип надкусанного яблока. Вот, смотрите, он на капоте одного из... А что, если это просто продукт-плейсмент? А что, если просто им заплатили? Я думаю, да. Он, допустим, Сони свои мультики делает, и они всегда логотип Сони пихают. Я думаю, да. Это же не просто так. Это скрытая реклама. Они бы не пихали, а если пихать не пихнуть, они бы грушу пихнули. Тем более, если, да, ты сделаешь видоизменённый, а если ты пихаешь яблоко, то, значит, у тебя есть какой-то контракт, то есть, корпорация может на тебя заявить, за то, что ты используешь её символ. Они же не хотят с этим связываться. Это же как тоже интеллектуальная собственность получается. Я думаю, это тоже была скрытая реклама. Из автомобилей в фильме «Тачки». Стив Джобс выкупил Пиксар у Джорджа Лукаса и превратил его в самую успешную анимационную студию. А мы что-то слышали. Да, я забыла. Снова забыла. Потом Дисней их выкупил. Это была реклама. Это была реклама, да. История кинематографа. Уже потом она досталась Диснею. Да. Но традиция отдавать дань уважения основателю компании «Эппл» осталась. Я думала, что там была реклама. На первой истории игрушек три герои пользуются браузером «Сафари». Кстати, это не единственная подобная не мультяшная целка Диснея. Как насчет узора на ковре из фильма «Сияние». Согласны, наверное, не самый милый элемент для детского мультфильма. Но чтобы рассмотреть его, нужно действительно хорошо приглядеться. А еще хорошо шарить в кинематографе. А за один знакомый с рокитом Стэнли Кубрика. Засветился в истории про живых игрушек и Стивен Спилберг вместе со своим парком юрского периода. Знакомый кадр с бегущим тирексом в боковом зеркале. А, ну это специально так делают. Это делают специально отсылки, это референсы, знаешь, как, допустим, в фильме делают, допустим, вроде криминальное чтиво, когда наш вид это из багажника, когда человека, типа, закрывают. Часто это очень прием использует. Тарантино, вроде, придумал это. Мобили. Ну, конечно же, кто же его не узнает? Говорят, что сам Спилберг очень гордится тем, что его работы находят отражение в мультфильмах Диснея. И мы его отлично понимаем. Босс-молокосос. Ну и напоследок присмотримся к одному конкретному мультфильму под названием «Босс-молокосос». Вы наверняка... Блин, мне кажется, там очень сложно рассматривать просхалки, потому что он такой активный, там все так прям свистит, пердит и пукает. Да, что нужно каждый раз паузу ставить. Успели его посмотреть. Но даже если нет, не расстраивайтесь. Да смотрели. Мы все объясним и постараемся обойтись без спойлеров. В одной из сцен главные герои прибираются в логово противника, чтобы украсть его последнюю секретную разработку. И в тот самый момент, когда забетная папка оказывается у них в руках, тумбочка, на которой она стояла... Подожди, а Босс-молокосос, это разве Диснеевский мультфильм? Помнишь, мы «Чако» смотрели мульта «Мыло»? А у них «Дримворкс» или другой вообще какой-то студии? Да, наверное, да. Точно Дисней? Думаю, нет. Я не уверена. Я уже не помню. Да. Вдруг начинает медленно уезжать вниз. Вам ничего не напоминает эта сцена? Совершенно верно. Это отсылка к приключениям Индианы Джонса. И, как и в оригинальном фильме, здесь механизм тоже запускает хитрую систему. Ну, тут, в принципе, на любые приключенческие фильмы. Индиана Джонс. Не будем раскрывать вам всех секретов. Может, про фильмы про шпионов. А лучше перейдем к следующей отсылке. Потому что в «Боссе-молокососе» их накопилось немало. Вот, например, страшная няня носит характерную шляпку. Да еще и спускается по воздуху на золотике. Ну, совсем как Мэри Поппинс, няня-волшебница из сказок английской писательницы Памелы Треворс. Но если эта отсылка показалась вам не очень явной, вот еще один момент, который вы наверняка узнаете. Малыш-босс собирает своего старшего брата Тима, укладывает ему волосы гелем и не забывает хорошенько отшлепать по щекам, использовав лосьон после гритья. И мы все, само собой, уже видели... А, на «Один дома». В знаменитом фильме «Один дома» с участием... А мне кажется, они не делали отсылки, а они просто шутки слямзили оттуда. Они типа такие, надо как-то сделать смешную сцену с братиком. Точно, в «Один дома» было смешно, когда у него щеки горели. Давайте сделаем такую же фишку. Мне кажется, так они делали. Не знаю почему. Не знаю, как это называть. Как это называть? Вдохновились. Отсылка не... Вдохновились, я бы сказала, наверное. Ну да, но все-таки Древерс, Креферис, Калибероз. Ну, они берут шутку и комбинируют по-своему. Я не думаю, что они хотели сделать отсылку, они просто взяли эту шутку и просто по-своему виду изменили. Не знаю. Тут уже никто не узнает. Короче, я пасхалки обычно не замечаю, но так как мы смотрим много всяких разных обзоров, особенно киногрехов. Потом такой, а-а-а, ничего. Поэтому многие фишечки мы знаем, именно потому что их показывали прям конкретно в обзоре. Смотришь от разных авторов, все больше и больше сейчас узнаешь. Да, да. Уже такая каша в голове. Вот, да, прям знаешь со всех сторон. Ты уже путаешься, блин, что там было. На самом деле тут очень много нового. Я думала, блин, мы уже столько мультов посмотрели, сколько киногрехов. Что мы ничего не узнаем. И тут, собственно, 7 скрытых посланий. Тут гораздо больше, чем 7. Тут прям как будто их вообще кучащая была. 70. Наверное. Ну, реально, допустим, там, где Микки Маус, я вообще никак не фокусировалась, а он реально есть. Вот, допустим, там, где Пумба падает водопад. Ты же будешь смотреть на Пумбу. Там в жизни не посмотришь, что, ой, какие странные круглые камни. О, боже, это же Микки Маус. Нет, ты так не будешь смотреть? Или вот эти вот размытые изображения. Ну, прикольно. Это интересно. Такие вот пасхалки, ну, находите где-то. Ну, они стараются, думаю, для фанатов. Да, да. Ты будешь там пересматривать. И ты говоришь, о, клево. Ну, типа, прикольно. Тебе интересно вот это вот находить. Как, знаешь. Поэтому, мне кажется, в свое время очень стал популярный сериал Gravity Falls. И вот это злыни. Потому что много они таких же пасхалок оставляют, чтобы люди какой-то шифр раскрывали. А тут просто такие маленькие детальки на внимательность. Короче, вот такая реакция получилась у нас. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.